безобразие бандиты немножко хуэлеганы сам ты хуэлеган да ну ну подождите ну ну с кем не бывает ну подрались мальчики ну 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 ну-ка ну 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 выпал человек мальчик с окна ну с кем не бывает ваш сыночек андрюшечку в окно выкинул да он сам-то он дружит андрюшечка пересмотрел от этих своих фильмов про спидермена вот этого то вот сами выпрыгнул да мелкий ничего не делал зуб даю смысле сам ваш мелкий ему поджопник дал и он вылетел как ракета честно я за свою кренделя мелкого ручаюсь я его воспитываю хорошо хоть я как бы его и приемный отец он мой приемный сын но я его хорошо воспитываю вот давайте мы сначала послушаем мелкого он все нам расскажет что здесь было потом мы будем делать всякие дурацкие выводы то что якобы мы здесь бесстыжие хулиганы а на мелкий как как все было я убеден то что мелкий не виноват ага ну под меня в рот не а потом а потом после этого что потом папа а перепрыг а до пашку и крутил и по партам прыгал ага ага да еще раз меня шандарахнул а после этого а после этого в окно да а вот тут все понятно тут все понятно мелкими только что короче рассказал то что ваш вот этот крокозябрик как его андрюшечка сказал мелкому то что он пипука немая как бы оскорбительно да сказал то что он новенький никто с ним дружить не будет вот так новеньких встречают классе а потом когда вы короче вышли из класса то ваш андрюшка начал прыгать здесь по партам а потом мелкому это не понравилось и вот он ему дал поджопника то что как бы андрюшечка отлетел на 10 метров в окно тут уже как бы проблемы андрюшечки вот они мелкого вот поэт все мелкий не виноват он сам как вы его поняли он даже словом не сказал а за столько времени общения с мелким я уже научился его без слов понимать у нас вот это ментальная связь поэтому я все понял посмотрите на андрюшечку посмотрите что ваш сыночек с ним сделал ну сотрясение головы ну 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 с кем не бывает ну пару ушибов там ну фингал ну рука сломанная между прочим у мелкого тоже рука сломанная вот только у него из-за того что он подрался с этим фермерским пацаненком с вами это же с ванечкой это первое и последнее предупреждение все хорошо хорошо давайте мы закроем на этом тему я обещаю то что мелкий больше никогда ни с кем не будет драться здесь в этой школе если ваш мелкий ещё раз кому-то задницу надерет он сразу вылетит школу все все обещаю я обещаю и мелкий тоже обещает то что никому не мелкий тоже обещает то что не мелкий обещает немцкий кофе не получите синяя пообещает мелочи обещания мел, да, 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 мелкий, то, его надо шантажировать всегда кофе, короче, если он будет себя непослушно вести, сразу же ему говорите то, что ему папа никогда в жизни кофе не купит, и тогда вот мелкий сразу же себе ножик убери и рогатку тоже убери, и тогда мелкий себя сразу будет хорошо вести, все, пошли, мелкий обещаем, это последний раз было, все мелкий тоже пообещал ёпернете, а ты мелкий, ты такой непослушный, честное слово, все, до свидания еще раз кого-то в окно выкинешь ага хулиган значит, да, хулиган значит что мне с ним делать, я реально не знаю, ну я его так не воспитываю ты в кого такой непослушный батю своего, да, да, да конечно в меня, я вообще самая послушность, мама всегда говорила то, что я не вредный, я самый послушный хотя кого я обманываю, я наверное самый вредный человек на этой планете, Катя подтвердит ладно, ну все, давай выходи, выходи мелкий давай садись в свою тарантайку и поехали, у нас с тобой сегодня, знаешь сколько дел? знаешь сколько? Одно! зато какое главное? давай на автобусную остановку погнали! вот здесь припаркуемся примерно вот так вот все, пошли сегодня на эту остановочку приедет да сколько можно то? иди сюда, иди сюда, башка промокнет, простудишься иди сюда, я знаю то, что ты дождь любишь, я тоже люблю да сраная осень, вот не успел с сентября начаться, сразу здесь потекло, течет да течет, течет да течет, вот у меня, я в Новосибирске живу, тут каждый день практически дождь, да не такой, что прям дождик, а прям ливень настоящий ой, ладно мелкий, мы подождем, короче, сегодня и в ближайшие несколько серий сюда должны приехать два очень важных человека первый человек тот, кто нам сегодня будет толкать новую хату в городе ютуберов да, 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 мелкий, я послушался подписчиков, на самом деле, ребята, огромное вам спасибо, потому что я уже хотел продавать вот этот свой ресторан и покупать себе квартиру, но вы меня переубедили, вы сказали то, что я могу пожить в каком-то там сарае или купить себе какую-то маленькую-маленькую-маленькую комнатку пожить там первое время, но ресторан не закрывать, потому что это все же память как-никак сегодня приедет очень важный человек, а в следующей серии одна девушка какая, ну, мне кажется, там не очень так сложно догадаться, да, она приедет, да, она первый раз, первый или второй первый, первый или второй раз приедет ко мне в гости в город ютуберов да, 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 я мелкий тоже рад, потому что кстати, я мелкого, наконец-то, познакомлю с той самой девушкой, которая приедет в следующих сериях ты даже не знаешь ее ванчо ага, а телку свою забыл, да? прицеп отцепил ага, 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 мелкий, иди сюда, иди сюда подойди, ножик спячь, ножик спячь подождем, да, промокать, значит, не хотите, ага здравствуй, фермерский пацаненок, здравствуй, Аленка ага, мелкий, успокойся, успокойся, да, 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 пускай посидят здесь рядом с нами мы их делаем вид, то, что мы их не замечаем вижу щечки еще больше, да, стали, наверное, бабка еще лучше корми, да, начала тебя пельмешцы, наверное, голубцы наворачиваешь, вареники каждый день, все понятно ты, Аленка, смотри, на кого ты мелкого поменяла он скоро разжирнеет, просто, как кабаненок будет ходить его даже трактор этот ели как поднимет ой, мелкий, ой, как там Олечка вот, или, Аленка, как ее там Ольга, Олечка, вот эта новенькая в классе, как она там ты ее уже вроде позвал, да, на свидание? не она согласилась, да? не мелкий, я делаю вид, чтобы вот это, чтобы Аленка ревновала, скажи да ну, она согласилась? она согласилась? да, ну, хорошо, хорошо ну вот, мелкий, мы с тобой подкачаемся еще немножко и вот этого фермеровского пацаненка, Ванчоса, еще раз на дуэль вызовем и в тот тарас ты ему задницу уже надерешь да, Ванчо? лопату спрятал? мелкий, ножик достал, ножик достал и зачем ты мне лопату выбросил? че, че, че мне с ней делать? поиди лучше, помоги бабульке картошку покопать а не записывай свои сраные, никому не нужные ролики ах, ты паскунь лопату свою забери, Аленка успокойся, успокойся, успокойся язык-то у него очень длинный надо бы его немножко подрубить будет со временем не, ну сейчас, мы все дела закончим с покупкой квартиры, там обмена машины вот этот ресторан откроем и выследим, где живет этот засранец вот тогда я его всю эту ферму к чертям собачьим просто сожгу а вот это та, кстати, кого мы ждали сегодня здравствуйте здравствуйте риэлторша, вы Эдуард Перец? он, он самый, он самый ооо, уже и дождик кончился хорошо, у меня для вас есть два варианта ну два не один, логично поэтому есть уже какой-то выбор один подороже, другой подешевле какой первым посмотрим ах, чем черт не шоути давай сразу самый дорогой, который у вас здесь есть хорошо, пойдемте за мной пошли-пошли-пошли мелкие, сейчас выберем себе просто дворец, ёб ты дворец, кстати, здесь тачка вот, тачка, пускай здесь стоит дворец себе выберем короче, я себе хочу, чтобы там у меня комната была чтоб там спальня была сральник просто, жакузи огромный подсобка, подсобка была каморка какая-то ну и тебе можно такую небольшую а, кстати, ты в каморке можешь жить да-да-да, вот вот и балкон, балкон самый главный да, спрячь ты нож Балкон самый главный, да, чтобы огромный был. У нас здесь скоро открытие. Новый жилой комплекс «Березка». Неплохо, кстати, предыдущей серии его даже ещё не было. Нифига себе, вы здесь застраиваете всё практически за одну серию. Вот видите балкон на втором этаже? Ага. Вот это? Да ты смотри, какое там всё огромное. Весь этот второй этаж, это одна квартира. Да ладно? В смысле, вот это всё? Нифига... А сколько там квадратных метров, мне интересно? То есть, если вот это всё одна квартира, то это квартира на 150 квадратных... 150 квадратных метров! Да там футбольное поле себе построить можно. Хочу вот это. Экскурсию, пожалуйста, проведите мне. Объект достроится примерно через неделю. Плюс здесь будет построена ещё и парковка. Мелкий для наших вот этих колымак ещё и парковка здесь. Это будет, нифига себе. Каждому своё парковочное место. Я тоже хочу прыгать, я тоже хочу мелко... Давайте мы заранее оформим документы. Сразу же подпишем вот этот акт покупки-передачи квартиры. И в принципе, я сюда заселюсь примерно через неделю, да? Когда у вас тут объект достроится. Стоимость составляет 10 стаков золотых монет. Согласны? Сколько? Сколько-сколько? Сколько? Мелкий, сколько она сказала? 10 стаков золотых монет! Да я за всю жизнь столько бабла не заработал! Вот как... Сейчас, может я считать не умею? Один стак, два стака, три стака. Ага. Четыре стака, четыре стака и две золотые монеты. Так, ну мне немножко не хватает. Всего лишь шесть стаков. Ну, если мне весь город жизни ютуберов сможет в долг дать шесть стаков, тогда я, возможно, этот дворец когда-то и куплю. Березкой ядрить его в дупло. Ну вы подумайте хорошо, да я подумаю. Не, ну прям задница таки чешется купить эту квартиру, но откуда я столько бабок-то возьму? Вариант очень хороший. Да я знаю, я знаю. Ладно, пока этот отложим, я подумаю. Давайте сразу ко второму перейдем, который подешевле. Ну я не думаю, что если он подешевле, то он будет намного хуже. Ну ладно, сколько он будет стоить? Если это 10 стаков, то подешевле тогда 4, я не знаю. Мелкий, я тоже хочу эту хату. Ну, будет у нас 10 стаков, тогда и купим. Пошли. Слушайте, как раз таки пока вы здесь, пока вы здесь, я такой вопрос быстренький задам. Вот эту хату, которая на воздух взлетела, я покупал в первых сериях жизни ютубера. Йоперный театр. Ну, да, да. В принципе, первое, что приходит на ум при виде моей старой квартиры. Ядрить меня в чулки. Ну, это тоже, да. Что с вашим домом произошло? Да-а-а. Да мелкий громко пухнул, вот и все и разнесло в хламину. Ха-ха-ха-ха. Да, я шучу, спрячь рогатку. Спрячь все. Пару стаков динамита я там нашел у себя под кроватью. Случайным образом, я не знаю, откуда оно там вообще появилось. Ну, короче, разнесло все в хламину. Да-а-а, вот. А, кстати, вот, я в вашем же агентстве покупал вот эту квартиру. Вот, а там случайно у вас не было какой-то там страховки там на год или на два года, я не знаю. То как-то... Ну, я просто не знаю, что с этим делать. Тут уже для жилья вряд ли площадь будет пригодна. Поэтому отстроить или продать, я не знаю. Ну, в нашем агентстве страховки нет. Я могу поспрашивать. Возможно, мы что-то придумаем. Ну, вы поспрашивайте, просто поспрашивайте. Если это хотя бы можно продать там за полстака золотых монет. Я его-то покупал за два стака. Я там достроил себе второй этаж. Мелкому комнату еще достроил. Вот. За полстака... Хотя, какие-то за... За 10 золотых монет, если это можно будет продать, уже хорошо. Ладно, давайте пройдемте вашу следующую квартиру. Ладно, если второй вариант будет немножко похуже, но не прям такой убыточный, да? Чтобы там даже стрёмно жить не было, да? То... Ну, с виду домик маленький, но посмотрим, что там внутри. Пошли, мелкий. Да, подъезд небольшой, конечно. Куда? На третий, на второй этаж? А, да-да-да-да, все-все-все-все. В общем, смотрите. Да я уже все посмотрел, в принципе. 10 квадратных метров. Холодос есть, двухспальная кровать есть. Ну, это хорошо, да. Сральник на улице. Все удобства до проживания. А кран, который льет воду вверх, это задумка такая? Ага. Я понял, я понял. Ну, если что, мелкий... Ну, чур я сверху сплю, вот здесь, на второй кровати, а ты снизу, хорошо? Можно узнать стоимость, пожалуйста? Или вы ее бесплатно людям раздаете? Мне просто очень сильно интересно. Стоимость составляет стак золотых монет. Стак. А не что, то, что я свою старую двухэтажную квартиру, которая взорвалась, я ее купил за два стака. И вы сравните сейчас вот это. Если то был жилой комплекс Березка, то это жилой комплекс Глубокая задница. Какой стак золотых монет за это убожество? Да здесь, здесь если одну кошку поселить, она здесь не поместится. Ну, как бы агентство развивается, цены растут, инфляция. Стак золотых монет, да за что? За неработающий кран? И за то, что паутина здесь возле кровати? Да мелкий будет спать ему ночью паук на задницу, прыгнет, да и все, и укусит. Вот это, человеком-пауком и станет он. Ну, хотя бы есть какие-то плюсы, да, супергероем будешь. Ладно. Сейчас, сейчас, давайте мы подумаем, сейчас мы с мелкой посоветуемся и мы придем. Оставайтесь здесь, пошли мелкий. Иди сюда. Да что советоваться, что советоваться-то, да эта задница, вот эта бегемота. Как, как, как там жить вообще внутри? Я же зайкаться начал от увиденного. Десять стаков у нас нет, а у нее всего лишь два варианта. Или вот тот особняк, или вот эта задница. Ну, с другой стороны, я скоро открою свой магазин одежды. В следующих сериях пленит та, о которой я говорил, и она займется этим магазином. Ну, если вы, ребята, посмотрите ролик на втором канале, вот сейчас на него будет подсказка, то я хотя бы немножко смогу заработать, смогу забрать бабок в банке и, ну, накопить и купить себе хату. Ну, ну, вот, тыкните, пожалуйста, на эту подсказку. Ну, ну, может пару копеек все же придет, и я смогу себе накопить на ту хату, если, если не лень. Ладно, подписчики меня отговорили продавать ресторан, за это я им благодарен. Но и на улице я тоже жить не могу. Тебе надо где-то ночевать, ты в школу пошел, тебе надо высыпаться, поэтому будешь спать подо мной на двухспальной кровати. Пошли, я сверху. Чур, если провалюсь, то на тебя, а не ты на меня. Ладно, мы согласны. Давайте подписывать документы, стак золотых монет. Да, давайте, оформляйте свои документы. Да, держите. Документы на квартиру, 10 квадратных метров. У вас есть 7 дней на аннуляцию договора, если что, квартиру можно вернуть. А, ну тогда смотрите, если мы сможем где-то добыть 7 стаков золотых монет за все это время, за неделю, тогда мы эту хату можем вернуть, бабки забрать и купить ту хату за 10 золотых монет. Если у тебя есть какой-то вариант, где можно 7 стаков золотых монет найти, пиши в комментах. Я пойду тогда, удачи. Да, да, давайте мы вас проводим. Давайте, проходите, проходите. Спасибо, спасибо, мелкий, оставайся до дома. Там дождик, вы машину там ост... Говорю, дождик там. Дай молния нифиговая, так что вы там аккуратно. Зонтика нет? Ну все, спасибо вам, спасибо за покупку, все, пока. Я вам позвоню, если там надумаю что-то другое покупать. До чего мы докатились с тобой, мелкий? Живем в будке для собак. Ну зато книг много, только они на такой полочке держатся. Когда мы с тобой здесь будем кушать, они, наверное, на голову нам свалятся. Еще плюс сотрясения головы. О, ладно, зато хотя бы свой дом, хотя бы можно посидеть. У нас дома даже воды нет. Как чайник-то набирать, если вода вверх льется? Ты это слышишь или я слышу? Или у меня уже глюны какие-то? Да кто там топчет? Ага, еще и музыка. Это, это... Это над нами соседи там... Да давай еще громче сделай! Да кто там пляшет-то так наверху под... Че, черта, что ты там делаешь? Сосед? О, привет соседи. Ну здравствуй. Ты мне потолок сломал! Мы только заселились. Чувствую. Весело нам здесь с тобой будет жить, мелкий. Очень весело. Мама-мама-мама-мама.